Позвольте, вот как на анонсе говорил, что чуть позже поподробнее познакомимся, вот сейчас и настал момент знакомиться. Рена Аверина, зоозащитница, рядом со мной, и рядом с Реной Нора. И о Норе мы сейчас и поговорим. Кстати, Рена за кадром успела рассказать о том, что в основном Рена всегда сталкивалась с котятками, а вот с песиком первый раз. Расскажите историю, как так получилось? Ну, я ехала по дороге и не могла проехать мимо, собачка стояла вдоль дороги, и у нее был такой вид очень печальный. Она была в ошейнике, поэтому я сделала вывод, что это собака домашняя, и она очень легко шла на контакт, садилась в машину, то есть сразу дверь открылась, она запрыгнула. Да, то есть собака наученная, поэтому... Автомобиль в порядке? Да, автомобиль в порядке. Она приучена сидеть в машине, ездить на длительные расстояния. Собака приучена... То есть я ее оставила дома и боялась, что я приду, и у меня дома не будет ничего. Но собака приучена сидеть дома, то есть она ничего не грызет, она ничего не таскает. Вот я ей одну игрушку дала, другие не разрешают трогать, и она их не трогает. Просто сказали, не трогай? Да, да. И она не трогает? Она пыталась как бы, да, в зубы взять, но когда я ей сказала, Нора нельзя, так... Ну да, а поесть-то любит Нора, поесть. Молодец, хороший аппетит, это тоже признак, что у нее хорошее здоровье. Да, команды знают, например, лежать, лежать, лежать. Ого! То есть, ну, видно на самом деле, что с ней занимались... А вы просили ее еще на бочок, когда начало нашей программы было у нее... Ого! Вот, бочок. Я ходила к кинологам, мне сказали, что с собакой очень серьезно занимались, потому что она знает сложные команды, такие как Зайка. Да, но Зайку она сейчас не сделает, она немножко такая взволнованная. Ну да, надо в тону, чтобы пришла. Вот, и... Это признак, что погода сегодня будет хорошая, мне кажется, да? То есть, конечно, я не знаю, что там случилось с ней сидеть, но хотелось бы найти. А как думаете, есть ли у вас предположение о том, что... Сколько лет Норе, какой возраст? Ну да, вводили в ветеринарку, сказали, что примерно год. То есть собака молодая, поэтому она очень активная, как вы видите. Да, да. Всего год, и даже за такой короткий промежуток времени она уже настолько вот обученная. Это она вот так вот работает на камеру, потому что она ищет. Да. Ищет новый дом, новую семью, и вот заглядывает прямо вам в глаза. СМЕХ Играется. Да, видите, готова поиграть с вами. Я правильно понимаю, что мы ищем действительно новых хозяев? Кого мы ищем? Это должна быть какая? Молодая семья? Наоборот, это какой-то отдельно живущий человек в отдельно загородном доме? Любой подойдет человек? Ну, вообще, в идеале, конечно, я бы хотела найти хозяина. Потому что, возможно, он ее ищет. Но если так не получится, то хотелось бы, конечно, человека, который будет заниматься. Либо это молодая семья, которая готова заниматься воспитанием в дальнейшем. То есть собака требует ухода, собака требует воспитания. И просто там отмахнуться, посадить на цепь. Ко мне уже обращались. Да? Сказали, да, мы на цепь ее посадим. Как сторожевую? Да. Я говорю, ну, нет, эта собака не для цепи. Поэтому... Не зря же она столько команд знает. Если, например, в частный дом, то только в какой-нибудь там вольер. В хороший, в отапливаемый там. Ну, то есть чтобы условия были очень хорошие. Ну, так. Так что мы ищем в первую очередь хозяина. Возможно, он действительно сейчас ищет. А можете сказать примерно район, где случилось... Где вы нашли нору? Это как примерно хотя бы... Ну, район это Петра Подзолкова. Это северная взлезка. Вот кольцо шахтеров, где-то вот тот район. Вот. Но я искала по потеряшкам, и впервые ее в начале июня видели в Ветлужанке. То есть, возможно, она где-то из Ветлужанки. Да, переместилась так, ничего себе. Я думаю, что прямо сейчас на экране вы увидите номер телефона. Это Рена, ваш номер телефона, да? 8-983-146-96-70. Поэтому номер телефона можете связаться и договориться. Договориться с Реной о встрече и возможности познакомиться с Норой. Ну, а сейчас, Нора, давай еще продемонстрируем в финале какую-нибудь команду, которую ты знаешь. Ну, или просто поешь вкусняшку. Ну, че-то, че-то. Ну, вот такая Нора, лапочка, друзья. Всем хорошего утра.